Ряд важных законов, касаемых сфер бизнеса и налогов, приняли окружные парламентарии. К последнему направлению относится закон, смягчающий налоговую нагрузку для начинающих предпринимателей. Документы вносят изменения сразу в три окружных закона, касающиеся применения специальных режимов налогообложения. Документ расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, к которой можно применить более простую и экономичную патентную систему налогообложения. Кто из предпринимателей в 2016 году, кроме новогодних каникул, может рассчитывать на налоговые льготы, расскажет Ирина Цепитова. Поддержка малого и среднего бизнеса на территории округа – одно из приоритетных направлений. Принятый в двух чтениях закон предусматривает налоговые льготы для некоторых видов предпринимательской деятельности. Установление дифференцированной ставки при применении упрощенной системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы. Предлагается установить ставку 1% для 17 видов деятельности. Снижение налога до единицы по упрощенной системе налогообложения ждет предпринимателей, которые работают в бытовой сфере, обрабатывающем производство в сфере народных ремесел, сельского хозяйства. Налог в 3% установлен для сферы транспорта, строительства и деятельности гостиниц и ресторанов. Также приятные изменения ждут предприниматели, применяющих патентную систему налогообложения. Действующий закон о патентной системе налогообложения включал 45 видов деятельности. Сейчас перечень увеличится до 61 вида. Сюда войдут производство молочной продукции, хлебобулочных и стелей, бытовая сфера деятельности. Вновь зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, в новом году ждут налоговые каникулы сроком в два года. Кроме того, на сессии рассмотрели проект федеральных законов. Один из них внесен в Госдуму группой депутатов и предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Так, проект предусматривает налоговую ставку по доходам до 24 миллионов рублей включительно 13%. Свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов – 25%. Свыше 100 миллионов, но не более 200 – 35%. Свыше 200 миллионов рублей – 50%. Установление такой прогрессивной шкалы поможет сократить социальный разрыв между богатыми и бедными россиянами. По подсчетам депутатов, поправки в налоговый кодекс затронут всего 0,2% населения страны, которая, тем не менее, обладает 30% всех доходов. В настоящее время в России действует плоская шкала налогообложения. Это означает, что вне зависимости от того, какую зарплату официально получает работник, он платит 13% по НДФЛ в бюджет. Эта мера распространена практически во всех развитых странах Европы. Там различные шкалы. И я хочу вам сказать, что вот эта пороговая ставка, вот этот порог 24 миллиона, он у нас предлагается очень высокий. Например, в некоторых странах там вообще нулевой порог. Потом есть там порядка десятки тысяч долларов, евро. И после этого начинается уже прогрессия. То есть этот высокий первоначальный порог предусматривает возможность, что этот налог не будет возлагаться на представителей малого и среднего бизнеса и представителей, например, творческой интеллигенции, научных кругов, которые достигли определенного уровня дохода. Законопроект, как считают окружные парламентарии, достаточно спорный. Но, как показывает практика, с помощью прогрессивной шкалы успешно пополняет зарубежные бюджеты.